На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Великоустинском районе спокойная. Уровень ниже эпидемических порогов. По словам специалистов, это наиболее благоприятный период для вакцинации. Перед прививкой обязательно должен быть медицинский осмотр, где врач или фельдшер выявит или не выявит противопоказания необходимые и даст назначение на прививку. Современная вакцина – достаточно надежная страховка от вирусов. Многолетний опыт проведения вакцинации позволил сократить список противопоказаний к прививкам. Снизилось число негативных реакций и осложнений. В частности, применение отечественной вакцины Гриппол практически не вызывает неблагоприятных последствий ни у детей, ни у взрослых. Вакцины выпускаются высокоочищенными и дают минимум побочных эффектов, таких как температура, недомогание, слабость. Если эти реакции все-таки возникают, то это говорит лишь о том, что иммунная система человека начала свою работу и вырабатывается иммунитет к гриппу. Бояться этих реакций не нужно, они обычно проходят через 2-3 дня. Сама вакцина заболевание вызвать не может. Там нет возбудителя, он не размножается, не проникает в клетки, заболевание не вызывает. Но он вызывает искусственный активный иммунитет. То есть при встрече с уже живым возбудителем организм защищен, он готов с ним справиться. Как отмечают медики, при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к участковому врачу или в больницу, где вам окажут квалифицированную помощь. С лечением гриппа лучше не затягивать, лучше обращаться сразу за медицинской помощью к участковым терапевтам, педиатрам, амбулаторно. Либо уже вызывать скорую помощь и госпитализироваться в инфекционное отделение. Наиболее эффективным средством профилактики гриппа является иммунизация. Приивка защищает не только от заболевания, но и от осложнений гриппа, таких как вирусная пневмония в частности. В феврале этого года у нас было зарегистрировано 28 случаев пневмонии, 10 из которых были вирусными. Три пациента скончались и у двоих был выявлен вирус высокопатогенного гриппа. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ежегодно начинается в конце осени. Грипп – это сезонная напасть, от которой каждый год страдает немало жителей нашего города и района. Конечно, можно пичкать себя противовирусными препаратами и таблетками, но, как поясняют медики, надежнее способа защиты, чем вакцинация, пока не придумана. По своему составу вакцин выпускается очень много, но они идентичны и отличаются только фермой-производителем, страной и способом введения препарата. Либо он выпускается в ампулах, либо в шприц-дозах. То есть выбрать можно любую вакцину, все они одинаковы по своему составу. На вакцинацию населения Великоустевского района в этом году выделено 22 тысячи доз, что на 6 тысяч больше прошлогодней нормы. Этими препаратами будет привит определенный круг лиц, входящий в так называемую группу риска. Существует так называемая группа риска, граждане которой прививаются абсолютно бесплатно за счет средств бюджетов. Это медработники, беременные женщины, дети, лица старше 60 лет, работники сферы обслуживания, транспорта, педучреждений и призывники. В медучреждениях работают прививочные бригады, которые по договоренности могут выехать на любое предприятие, работники которого решились на вакцинацию. Необходимо самим позаботиться о здоровье своих работников, закупить эту вакцину против гриппа и организовать именно иммунизацию. Для сравнения, допустим, экономический эффект, который дает иммунизация, вакцина где-то 70 до 180 рублей стоит, вот одна доза вакцины. Если человек отсутствует по причине болезни по гриппу, понятно, какой будет экономический ущерб. Там и больничные листы оплачиваются из-за отсутствия работника и так далее. То есть вот этот вот, нужно понять, что экономический эффект от иммунизации, он в принципе ощутим. Помните, своевременно сделанная прививка против гриппа позволит защитить организм от заболевания на весь эпидемический сезон и избавит вас от дополнительных трат на амбулаторное лечение. Андрей Жильн, Максим Колосов, Новости провинции.